Эти повреждения не могут повлиять никак на наследование какого-то признака и передачи его в дальнейшем. Потому что для того, чтобы у наследовать данный признак, он должен быть записан в генетическом коде половых клеток. Если этого нет, то этого не произойдет. Дело в том, что мы видим изменение кода ДНК непосредственно в зоне повреждения. И, конечно, если будет зоной повреждения, зона близкой к нахождению, тогда, конечно, это все понятно. Тогда там может замениться генетический код в каком-то количестве. Хотя клетки обновляются постоянно. Скажите, а когда пуля может попасть просто в руку или в печень, или в дыхательные пути, от этого все равно будут происходить, естественно, мутации какие-то в каждом? Да, не в каждом. Не в каждом. Вот как раз в этом и самоискорство заключается. Нет механизма такого четкого, которым можно было бы увидеть, что при повреждении самоткани в одном месте будет происходить в другом месте мутация. Потому что, конечно, какими-то буморальными факторами клетки сообщаются друг с другом. То есть у нас есть определенные гормоны, медиаторы, с помощью которых клетки в разных частях тела могут обмениваться информацией. С помощью этого происходит управление организмом центральной нервной системой и буморальным таким способом. Это гормоны, опять же, все то же самое. То есть даже продукты разрушения клетки могут оказывать свое действие на другие клетки, которые находятся в другой части тела. Но генетический код, он таким образом переносится, в принципе, не может. Я не излагаю эту позицию для фундаментальных, в принципе, словом говоря. Вот это важно. Как раз вот, да, хотели тоже перейти к тому, что, как раз все то, тоже создали такие лекарства, которые действуют по-моему. Вот. Это как раз интересное самое. Это самое интересное и самое важное. Великое дело они делают, на самом деле. И совершенно неважно то, что они стали исследовать данную тему путем, вернее, через то, что надо исследовать пулевые ранения и пытались, прежде всего, помочь бойцам, раненым людям, для того, чтобы потом качественно восстановить то место повреждения, чтобы не было там накопившихся ошибок в генетическом коде. Тут отступление маленькое надо сделать. Дело в том, что клетки нашего тела, они повреждаются постоянно. И генетический код, и ДНК, они разрушаются постоянно в каждой клетке, в каждой клетке, каждый день. Значит, накапливается до десятков тысяч ошибок, и вплоть до разрывов, значит, однонетевых разрывов ДНК, двух нетевых, и так далее. И к чему это приводит? То есть, здесь есть два варианта развития. Первый – это клетка, вернее, ДНК не восстанавливается, либо восстанавливается. Если она не восстанавливается, она может либо погибнуть, либо замереть, что называется. То есть, она теряет способность к удвоению. Она дальше не делится. Это старая клетка, она живет, пока не закончится ее жизненный цикл. И это было бы не страшно в тех тканях, которые у нас обновляются постоянно, там, эпители. Но есть же клетки мышечные, есть клетки мозга, которые, в принципе, не делятся. И если там вот эти вещи накапливаются, то мы видим, что ткань самостареет, и она, соответственно, человека самостареет раньше времени вместе со своими тканями, в том числе. Вот. Вот это важно. Но у нас организм сильный. Он имеет функции репарации ДНК. Это специальные механизмы, которые позволяют под ДНК восстановить. Если она даже порвалась, и она разрушена, ее могут обратно... То есть, он сам может ее восстановить. То есть, засчитываем эти три репарации, может быть, засчитываем ткань? Да. Конечно, конечно. Это, безусловно. Вот это самое важное. Мы гибернетическая система. Мы сами себя регулируем. Это важно. Вот. Именно потому и мы живы. Значит, бы каждое, там, повреждение, оно бы... Ну, было фатальным практически. Мы бы накопили бы их определенное количество. И очень быстро пришли бы к этому гибели. А ваши все царапины бы накопились у нас, они бы привели бы к фатальным последствиям. Но мы же заживаем. Мы регенерируем, также регенерируют и наши клетки, не только кожа, не только ткани, но и клетки, и внутри клетки. И вот. Но она может регенерировать, понимаете, таким образом, что она неправильно себя регенерирует. Может быть, и мутация. Чем отличается неправильное восстановление ДНК от мутации? Если ДНК неправильно, ну, деплицировалась, восстановилась, она просто замерзнет, и клетка делиться не будет, она будет жить, но до смерти. Если же мутация произошла, то это ДНК реплицировать себя может, она может удваиваться, то есть и клетки делиться могут, но с ошибкой. То есть та вот ошибка, которая произошла в ней, она будет повторяться во всех следующих клетках. И во всех. И во всех. Этой ткани. Этой ткани. Не любых других в организме где-то, а вот этой ткани. Если это мышечная ткань, то мышечная ткань. Если это, там, эпителии самой кожи, значит, так, если это слизистые, то это слизистых могут быть. А также это может передаваться, соответственно, в поколении, в поколении? Потому что клетка ДНК тоже несет информацию? Вот если это затронет, значит, половые клетки, которые несут информацию и, значит, при формировании плода, то есть, при зачатии, вернее, то тогда, конечно, передастся. А разве клетки, я не знаю, там ДНК, как-то отличает, ну, в смысле, от каждого организма отличается. Ну, в любом случае, они же как-то передают информацию? Информацию передает только сперматозоид, только лицеклетки. Только. А там вообще нет информации, ну, как сказать? Если взять, конечно, поврежденную самую гелетку человека, в которой произошла эта мутация, и клонировать из этой клетки человека, вот из этой клетки, вот тогда у него, конечно, будет ошибочный генетический код, там, который произведет, вернее, который может выразиться в различных изменениях его от фенотипа. Ну, то есть, внешним изменениям, внутренним развития, там, изменениям внутренних органов и так далее. Вот. Но, еще раз говорю, что передаться из поколения в поколение, вот это из-за повреждения, если бы это было, если бы это было, я понимаю, к чему вы это ведетесь. Что на протяжении поколений, там, со времен Чингисхана, такие все ранения, там, они как бы накапливаются, и со времен Первой Мировой, Второй, Хиросимы и так далее, что они накопились, и уже такой у нас анутагенный фон огромный, что это может уже передаваться следующим поколениям, эти все ранения. Да, если бы это было так, мы бы уже не выжили бы точно, это 100%. То есть, это, и хочу сказать, что механические повреждения тканей тел человека, это один из не самых сильных факторов, которые повреждают намного сильнее. Это радиационный фон, это химический состав тех продуктов, которые мы едим, это загрязнение, термосфера, они на мутации клеток влияют намного сильнее, в том числе, особенно радиационный фон, и на половые клетки, которые вот именно как раз и приводят к изменению уже наследственности непосредственно. Так что, если сравнить пулевое ранение и радиационное, даже вот обычного радиационного фона, то даже это сравнить нельзя. А что может, наоборот, повлиять? К улучшению, я не знаю, как-то? А вот к улучшению вот что может повлиять. Вот как раз эти исследования, которые произвели в ЦИТО, они затронули самую главную функцию. Функцию репарации, то есть именно правильной репарации. Как я говорил, что она неправильная может быть, и могут тогда уже, ну, репетицироваться неправильные ДНК. И тогда это может привести либо к ракуному опухолю, если безудержное выделение клетки будет происходить, либо к преждевременному состоянию. Если же мы получаем средства, которые позволяют реплицировать ДНК правильно, а если это тем более медикаментозные средства в виде, ну, пилюли, условно говоря, которые мы можем принять и повлиять на правильную репарацию изменения ДНК, то неважно, как изменена она, то ли радиационным фоном, то ли загрязнением воздуха, то ли самослучайными мутациями, которые происходят, и с повреждениями ДНК, которые происходят из-за надотравления собственными же недокисленными продуктами, такими как активный кислород, реактивный азот, продукты перекисленных, накисление липидов, мы можем нормально восстановить самструктуру ДНК, то получается, что мы получаем лекарства, которые позволяют, значит, первое, это победить рак, вернее, не вылечить его, если человек уже заболел, то нет, но профилактировать, потому что что такое рак? Это безудержные и неконтролируемые деления собственных сентханий тел человека, которые мутировали, мутировал тот ген, который ответственен за регулировку роста ткани, и деление клеток. Если мы правильно восстановим ДНК, то не будет этого мутагенного, вернее, этого замутировавшего гена, и, соответственно, у нас проблем вообще не будет. Мы победим рак, это важнейшее, это первое. А второе, в тех сантканях, где клетки практически не делятся, мы победим сантисторение, это клетки мозга в том числе, это мышечная ткань, и, соответственно, мы получим очень хорошую старость. Это для геронтологов просто, ну, это геронтология, это наука, которая именно занимается процессами сантисторения. Получим просто изумительные средства, которые вообще позволят очень качественно жить, ну, условно говоря, для последних дней своей жизни. Смерть мы не победим, но старость именно болезненно победим. И очень, как бы, хорошо получается, что затронули-то вроде тему с одного, то есть вроде состранений, но задели гораздо больше пласт, и теперь этим занимаются генетики уже. Вот, и, конечно, если они такой препарат найдут, научатся доправлять препарации ДНК, то это просто глобальный препарат. Спасибо. А скажите, что вообще, в принципе, чувствует тело человека, на него попадает пуля? Это сложный вопрос, на самом деле. Знаете почему? Потому что зависит от ряда... Нет, вообще, что чувствует тело человека, или что чувствует непосредственно человек. Вот это разные вещи. Потому что разные люди по-разному чувствуют пулевое ранение, и, конечно, психологически подготовленный человек ощущают. Это совершенно по-другому, чем неподготовленный. Это раз. Два, зависит от места, значит, куда попадает сам снаряд. Третий, это какой снаряд непосредственно. Но в общих чертах очень сильно зависит это от психологического самостатуса человека. И ранение солдата подготовленного, которое действительно произошло, ну, прошло определенную психологическую подготовку, может отличаться от реакции его. Очень сильно от человека, который к этому не готов. Мы часто можем видеть это в некоторых голливудских фильмах, такую картину, когда человек, у него бронежилет, условно говоря, в него попадает пуля, он падает замертво, но потом вдруг уточнился, то есть отрывает этот сам бронежилет, смотрит, нет ли у него дырки, и видит, что он цел, и ему сразу становится резко лучше. А если бы он увидел, что дыр, он, может, и умер бы на месте сразу. Это потому что психологически зависит. От психологического самостатуса очень сильно зависят повреждения. Если человек уверен в том, что ему дали монетку, какую-то горячую, ну, раскаленную, она холодная, у него будет ожог на руке. То же самое при получении изобронений. Если человек уверен, что его, в основном, убили, даже с пневматической пулькой, ну, и пневматическую пистолет, у него те повреждения, которые получит он, особенно в отдаленной перспективе, когда его лечить уже будут, они будут намного выше, как будто ему из карабина попали. И солдат, получивший сквозное ранение и снайперской винтовки крупного калибра, может гораздо легче перенести даже эту ситуацию. Конечно, ткань есть самая ткань. И, конечно, она повреждена будет гораздо сильнее, чем сильнее будет агент воздействия. Но как это переживет сам человек, зависит очень сильно от медно-психического самостатуса человека. Это очень от этого зависит. А скажите, вы сами даже и оперировали, агнистрировали? Ну, это, да, это было, но это не являлась профильной работой моей. Все-таки я работал больше в сфере микрохирургии кисти и травматологии, ну, и бытовой травматологии, прежде всего. То есть, вот это такое. Но комбинированные ранения были, когда я работал в первой городской клинической больнице в нашем городе. Вот. То эта больница как раз ослабилась с тем, что туда привозили с агнистрированиями, дышимыми ранениями, то есть вот насильственными ранениями и сотрудников правоохранительных органов, все в этом доводилось, доводилось. Но как-то проследить, как на их ДНК это влияло, я вообще не знаю, если никак не могу. Нет, а расскажите, как вот потом процесс восстановления был, реабилитация человека. Это же тоже очень важно. А что конкретно, если можно, ну, точняющий вопрос. Я даже могу рассказать, как заживает агнистрирование ранения. Это я могу рассказать. Ну, просто тоже расскажите, как, соответственно, вот, не знаю... Хорошо, давайте вот тогда я просто перечислю. Вот попадает человек с агнистрированной ранениями, да? Я просто расскажу, как это все происходит, да? Если человек живой, все хорошо, и не нуждается в реанимационных мероприятиях каких-то таких, самосерьезных, что его надо именно в реанимацию, где сначала детальные функции восстановить, там, дыхание, сердцебиение, а можно сразу брать, оперировать его, да? То есть, у него не повреждены крупные сосуды, то иссякается, прежде всего, из раневого канала вот этот раневой детрит. То есть, это вот все мёртвые ткани. Это зона первичного некроза, там, может быть, эмуз, расколки костей, сгустки кровяные, то, что занесло туда. Там и пуля может находиться в конце раневого канала. Или это, может быть, осколки шрапнеля, если это, ну, осколочное ранение, или что-то ещё. Извините, а вот пуля, которая находится уже там, да, в организме, там, она происходит ещё какое-то... Что-то всем происходит, да? В плане... Оказывает ли она какое-то токсическое действие? Да, если это свинцовая пуля, то свинец, безусловно, она относится к тяжёлым металлам, и он, безусловно, оказывает свое токсическое действие, если это попадает близко к органам печени, или... Не к органам печени, к внутренним органам, с печенью, с кишечником. И в скроме, может быть, 10-е снафоль. Да, да, да. То, конечно, тежёкие металлы, в отдалённой перспективе, оказываются сильнейшие токсические и мутагенные, в том числе, действия. И они способны вызывать и возникновение раковых опухов, и в том числе. А учитывая то, что есть боеприпасы с артутными, с начинкой, это кумулятивные санки-снаряды для снайперского оружия, которые, в принципе, запрещены, конечно, но всё равно применяются. Если артут попадает, то он оказывает, безусловно, ещё более выраженное токсическое действие, безусловно, влияет. Ну, мы чуть наклонились, да, от темы? Я рассказываю дальше, да? Петяна, можно у меня вопрос? Просто пока не наклонились. Вот, насколько я знаю, есть люди, которые, там, условно говоря, с осколком живут там кучу десятков лет. Вот объясни.